Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Управда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Ульяновцам создадут новогоднее настроение или как благоустроит город. Молодые и амбициозные в Ульяновске наградили лучших молодых профессионалов. Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы региона в 2020 году. Димитровградские пенсионеры изучают информационно-коммуникационные технологии. 20 ноября депутаты законодательного собрания приняли бюджет Ульяновской области на 2020 год. На развитие дорожного хозяйства и транспортной системы региона в будущем году в бюджете предусмотрено 6 миллиардов 717 миллионов рублей. На что именно будут потрачены эти деньги в материале Павла Полового. В 2020 году в Ульяновской области будет реализовано три федеральных проекта в рамках национального безопасные и качественные автомобильные дороги. Финансирование предусмотрено за счет федерального и регионального бюджетов. По проекту «Дорожная сеть» в Ульяновске будет отремонтировано 20 километров автомобильных дорог. И это только малая часть всех работ, которые обязательно будут исполнены. Кроме того, общественный транспорт требует обновления. Стоимость одного вагона, это современный, комфортабельный трамвайный вагон, начинается от 45 миллионов рублей. Мы понимаем, что если 70 вагонов там необходимо приобрести, то объем финансирования превышает 3 миллиарда рублей. Понятно, что для регионального бюджета, для бюджета города Ульяновска это очень-очень серьезный объем затрат. И, конечно же, реализовать такое мероприятие без федеральной поддержки будет затруднительно. Тем не менее, обновить транспорт удастся. В 20-х числах декабря выйдет постановление правительства о порядке предоставления регионам помощи на модернизацию общественного транспорта. Министерстве уже готовят документы, чтобы подать соответствующую заявку. Однако, несмотря на то, что бюджет области позволяет полностью решить в течение будущего года все задачи, не везде и не все так гладко. Ситуация в Дмитровграде уже давно вызывает недоумение у многих. Пока же мы видим только пикировки в соцсетях. Я уверен, что не этого ждали от избранного мэра нового господина Павленко. Даже в его посте было отмечено, что даже если муниципалитет не заложил, все это решается в рабочем порядке. Вот именно в этом рабочем порядке и нужно решать эти вопросы. Не заниматься политикастом. Все эти вещи отбросить на второй, третий, пятый план. А в интересах статичного города приложить максимум усилий. В бюджете города на ремонт дорог не заложено ни рубля. По восстановлению правительства любой муниципалитет должен заложить 30% своего бюджета на ремонт нужной дороги. Остальную сумму добавят из областного бюджета. Вчера я как министр обратился к губернатору для того, чтобы еще раз вернуться к вопросу по финансированию дорожной деятельности в Димитровграде. И у нас вот в этом же постановлении правительства есть возможность по тем объектам, которые, выплаты ремонта, которые выполняются на основании поручений правительства в Ульянской области, увеличить объем софинансирования до 99%. Но нужно заложить хотя бы 1%, чего пока ни мэр, ни городская дума Димитровграда сделать не удосужились. Пока кто-то топчется на месте, другие идут вперед. На днях была подписана дорожная карта реализации развития экологически чистого транспорта в 73-м регионе. В нашем регионе мы вошли в десятку первых регионов России, где транспортного, как стимулирующая мера к развитию электротранспорта, был обменен. И в частности, это был превентивный мер. Если еще дорожная карта не была подписана, а уже работа велась. Благодаря этой карте улучшится состояние экологии, на дорогах станет меньше шума. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Новый год – красивый праздник, но чтобы он действительно получился красивым, необходимо тщательно и заблаговременно готовиться. Накануне в Ульяновске обсудили ход подготовки города к праздничным мероприятиям, новогодние украшения улиц, работу управляющих компаний по оформлению дворов, а также участие бизнеса в этом процессе. С началом зимы в Ульяновске стартовала новогодняя кампания. В парках уже начались тематические мероприятия, объявлены конкурсы и розыгрыши. В парке Победы, например, уже готовятся заливать каток на полторы тысячи квадратных метров, закупают новый световой потолок. Праздничное настроение ульяновцам создают в торговых центрах, где уже всё готово к празднованию Нового года. На центральных улицах города также начинают устанавливать новогодние фигуры и гирлянды. 21 числа открываются уже ёлочки в каждом парке. Одновременно идёт у нас открытие в 12 часов. И 25-го планируется открытие главной ёлки нашей губернии. Это уже площадь Соборная. И, конечно, здесь мы уже планируем такие массовые, большие развлекательные программы. На Соборной площади установят новые фотозоны и световые фигуры. Одна из них – книга с логотипом «Ульянск, литературный город ЮНЕСКО». По традиции, 25-го декабря пройдёт парад Дедов Морозов и Снегурочек. Правда, в этот раз участники проследуют с площади Ленина на Соборную, чтобы не перекрывать улицы города. Наша задача – вовлечь население, создать настроение яркое, праздничное. Не только 31-го, там бабахнуть салюты и всё на этом. А каждый день – события, праздник, яркие вещи, вовлечение людей, тосы, старших по домам и так далее. Вот что нужно. Главная задача градоначальников, по мнению губернатора и профильного мини, создать новогоднее настроение не только на центральных улицах, но и во всех районах города и области. В том числе, обратить внимание на украшения многоквартирных домов и частного сектора. У каждой управляющей компании, если уж не в каждом микрорайоне, ну, извиняюсь, не в каждом выдворе, то уж точно в микрорайоне должно то же самое быть. Чтобы они, так сказать, тоже не сидели там в стране, не думали о том, что их вся зона ответственности, только там центральный плащ, чтобы губернатор с окна видел, как там пляж, что танцует. Ничего подобного. Известно, что новогодний городок установят на университетской набережной. По традиции, зальют каток возле главного корпуса Улгум, поставят украшенную елку, а подъезды домов микрорайона украсят гирляндами. В группе компаний «Аметист» будут установлены елки по Невскому, по генералу Мельникову, два адреса, три по Невскому, на Ефремово, на Камышинской, Ливаново, Илюшино, Рябикова, Самарское, Шолмова, Юкурнова, Хошимина. Было дано поручение обсудить с управляющими компаниями не только установку елок, но и украшение подъездов, домов, проведение праздничных семейных мероприятий, заливку и оформление хоккейных коробок. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Улправы ТВ. 3 декабря во всем мире отмечается День инвалидов. Этот день призван напомнить, что рядом живут люди с ограниченными физическими возможностями. Но эта дата лишь символ. Помнить о том, что людям с инвалидностью приходится гораздо труднее, нужно всегда. Сотрудники Ульяновского автомобильного завода о своих ветеранах не забывают. День инвалидов, Данил Сурков, Новости Улправы ТВ. Мария Александровна, спасибо вам за труд. Вас помнят, вас ценят. Мария Александровна пришла на Ульяновский автомобильный завод еще 20-летней девчонкой. На благо предприятия она отработала без малого 50 лет. Признается, работала и сверх плана, и старалась помогать всем коллегам. Бегаешь, бегаешь, придешь домой в второй сменце, а за мной обратно приезжают. А дать комплект подбирать еще 20-30 комплектов надо машина, еще сверх плана. Ну, едешь, везут меня как барыню. Вот, сделаю там все, обратно домой везут. Марию Александровну на заводе не забывают. Ко дню инвалидов женщину посетили работники завода, вручили подарки. В целом волонтеры обошли 60 человек, ветеранов УАЗ и инвалидов 1-й и 2-й групп. Не отказывают волонтеры и в помощи. Кому-то помочь с ремонтом, кому-то купить необходимые лекарства и продукты. Все мероприятия проходят в рамках акции «80 добрых дел» эстафета достижений. Она приурочена к 80-летию УАЗа. Инициаторы подобной акции – сама молодежь предприятия. Молодые люди уверены, старшее поколение необходимо помнить, уважать, а главное – говорить спасибо за их труд. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. В 2019 году в Клубе «Галактика» в Димитровграде был открыт компьютерный класс. В рамках реализации проекта и КТ-компетенции людей предпенсионного и пенсионного возраста было приобретено 9 современных ноутбуков, принтер и комплектующий для обучения людей серебряного возраста, пользованию компьютерами и повышения компьютерной грамотности педагогических работников. Данный проект получил финансирование от Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в размере 234 тысяч рублей. В рамках проекта проведено уже более 20 мероприятий. На одном из них – уроки, посвященные информационной безопасности, регистрации на портале госуслуг электронного правительства, побывали корреспонденты Димград-24. Компьютерный класс полон в роли учеников-грожаней зрелого возраста. Здесь те, кто идёт в ногу со временем и не хочет отставать от технического прогресса. Обычно уроки ведут местные специалисты. Сегодня в клубе «Галактика» встречу проводит директор областного учреждения правительства для граждан Светлана Опёнышева. По поручению Сергея Ивановича Морозова мы нацелены на то, чтобы люди всех возрастов получали услуги в электронном виде. Это основное удобство, которое есть на сегодняшний день. И главное, не выходя из дома, весь спектр услуг можно получить. Так, не выходя из дома, можно оплатить жилищно-коммунальные услуги, записаться на приём к врачу, заплатить налоги и купить билеты на самолёт или поезд. А на портале госуслуг можно получить доступ к услугам всех уровней власти. Пошаговую инструкцию по освоению компьютерных технологий и преподают в «Галактике» людям серебряного возраста. Этот был урок в рамках проекта ИКТ-технологии, ИКТ-грамотности людей предпенсионного и пенсионного возраста и педагогических работников, целью которого является сформировать и увеличить охват именно электронными услугами людей предпенсионного и пенсионного возраста. Дом детского творчества выиграл данный грант. Данный проект получил финансирование от Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в размере 234 тысяч рублей. На эти деньги был закуплен мобильный компьютерный класс. Здесь люди всех возрастов могут пройти обучение совершенно бесплатно. Более ста димитровградцев уже воспользовались этой возможностью. Это очень интересно. Во-первых, я могу и общаться, и по скайпу, и что-то написать, и что-то узнать. Даже, например, хочу я полететь, я могу билет заказать там. Очень интересный, очень хороший проект. И всем нам очень нравится, мы с удовольствием ходим. Кстати, с этого понедельника по инициативе губернатора Сергея Морозова в регионе запускается проект «Цифровое МФЦ». В Ульяновске на базе Центрального многофункционального центра начинается обучение цифровой грамотности. Планируется, что такой цифровой всеобуч будет внедрен в каждом пункте многофункционального центра области. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Димград, 24. В областном центре подвели итоги 8-го открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», который проходил с 25 ноября по 1 декабря. Грамоты и подарки получили участники соревнований в 40 номинациях. Подробности у Натальи Чумаченко. Лучших поваров, фармацевтов, инженеров и техников чествовали в рамках закрытия 8-го регионального чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Церемония награждения победителей в 40 номинациях прошла во Дворце творчества детей и молодежи. Атмосферы в зале царило праздничное. Народу было много, поскольку присутствовали не только участники соревнований, но и гости мероприятия. Вот уже восьмой раз на Ульяновской земле проходит региональный чемпионат. В этом году мы пригласили гостей из других регионов. У нас участвовали Республика Мариэл, Свердловская область, Московская область. Региональный этап чемпионата проходил с 25 ноября по 1 декабря, участниками которого стали более 300 человек, а партнерами более 40 предприятий. Состязания были организованы на нескольких областных площадках по 26 компетенциям. Среди них веб-дизайн, разработка, дошкольное воспитание, инженерный дизайн, кондитерское дело, лабораторный медицинский анализ, сварочные технологии, спортфитнес и другие. Как подтвердили участники чемпионата, уровень заданий по каждой рабочей профессии был максимально сложный. Поэтому ребята прилагали все свои усилия, чтобы стать лучшими. Конкурс был реально очень сложный. То есть и подготовка у нас к нему была тоже, естественно, сложная. Но перед конкурсом и перед самой подготовкой и волнение, естественно, присутствовали. Когда я увидел задание, первое мое впечатление было, а, что, как это сделать? Но все вышло очень хорошо, достаточно. Потом получилось так, что эксперты, когда судили меня, то есть сказали, что у тебя очень хорошая деталька, мне было очень приятно, когда меня похвалили. Кроме того, впервые в Ульяновской области в рамках регионального чемпионата прошли состязания по направлению навыки мудрых среди лиц 50 лет и старше, а также соревнования среди юниоров. Как отметили организаторы, победители в 26 компетенциях, а это более 30 человек, войдут в региональную сборную. Областная команда молодых профессионалов примет участие в отборочных соревнованиях финала национального чемпионата WorldSkills Russia. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправ.ДТВ. В Ульяновском драматическом театре Мегончарова прошла премьера спектакля «Поздняя любовь» по пьесе Островского в постановке Олега Александрова. Классическое произведение не зазвучало по-новому. Александр Островский ставил пьесу «Поздняя любовь» выше прочих своих произведений. В ней искусно переплетаются мелодрама, детективная интрига и любовная история. Ради беспутного хозяйского сына уже не юная дочь адвоката готова пойти на преступление и выкрасть финансовые бумаги у отца. На разных чашах весов оказывается выстраданное чувство и многоликое предательство. Вся сюжетная линия в спектакле, поставленном на сцене Ульяновского драматического театра, сохранена ее режиссером Олегом Александровым. Есть такая идея у нас, нестандартный взгляд. То есть мы оставляем, безусловно, великое творение Александра Николаевича Островского, но постараемся взглянуть на происходящее со стороны, с точки зрения Леонардо да Винчи. Роли в спектакле исполняют заслуженные артисты России Михаил Петров, Елена Шубенкина, заслуженные артисты Украины Андрей Бориславский и молодые звезды театра Юлия Ильина, Александр Курзин, Николай Авдеев, Анна Дулебова. Во-первых, это счастье играть Островского, счастье играть с такими прекрасными партнерами, про которых сказала Наталья Александровна. Героиня моя замечательная, потому что имеет такое развитие, это всегда прекрасно, когда в пьесе есть одна героиня, а приходит она совершенно, ну, на 180 градусов поворачивается ее жизнь, сама она, ее, наверное, характер. Вот это очень радостно. 7 декабря премьерный спектакль Ульяновского драматического театра примет участие в пятом международном театральном фестивале «История государства российского, отечества и судьбы». Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 4 декабря в регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем удержится на отметке минус 6 градусов по Цельсию. Ветер западный 2 метра в секунду. Высока вероятность выпадения снега. Магнитное поле спокойный, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов. Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков, агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова